всем привет youtube привет вот у нас есть красивая машинка митсубиска вот он капот деланный вот и у нас дефектовка рад шоу косой вот по левой стороне досталась машинке в том числе и как мы можем попытаюсь снять если я думаю получится вот такие тут у нас градинки пролетали и маши побили что плюс еще тут на боку у нас есть такой вот задир в общем-то не сильно руки я там разбирал снутри там как раз на этом месте наклеенный мой кусочек жесткости как специально вот ну что делать придется его убивать удалять и пытаться это делать ну основное так сказать вот этот блок надо сделать вот естественно вот он подарочек из цата здесь вот она смык вот ну там спирт немножко другой пропила вы по-моему говорили мне вроде вроде запропиловый и вот они клеевые стержни универсальные хотелось бы это все потестит принципе все готово обратный молоточек есть клей есть клеевой пист есть смывка есть вот грибы и есть вот единственное что пока что температура 15 у меня в гараже вот печечка топится подождем пока здесь будет хотя бы то в 18 на детали вот для этого у нас есть чем померить эту всю красоту вот видим 12 3 13 не понял че уже 20 интерес приколюха какая-то все верно значит по детальке у нас в принципе температура соответствует здесь еще конечно рановато 10 посол ну конечно чем дальше тем холодней но здесь уже почти почему потому что печка рядом вот она плюс вентиляторы гоняют теплый вот сейчас еще немного подожду я хотя бы 3-4 градуса пусть еще наберется тепла и можно будет на пробовать вот такие на сегодня так сказать планы побороться с вот этой пятинкой с подтянутым рубцом с таким пол тут потянут это видно он тут такими складками идет я потом поставлю это будет видно вот ну так не так нравится не нравится делать все равно что же посмотрим тут у нас скоро новый год поэтому прожить чуть преображается вот такая красота вот ну что все те же и все тоже вот смотрит чуть наверно надо будет поближе вот они наши складки видны вот раз два три четыре тут и мелкий зазубринки такие вертикальные вот то есть металл пытался когда он царапался так вот тут уйти в складки вот такие что у него собственно и получилось вот такая красота тоже самое вид с другого ракурса ямка конечно глубокая но не сильно в принципе красочка тут кроме вот этих задиров и вот на краю вот на краю как мы видим под ногтем краска отсутствует здесь на уголке вот и вот она царапина идет а так в принципе краска целая температура почти вот вот уже вот ну что продолжим вот у нас опять же есть клей из посылочки есть у нас клей которым я работаю турецкий вот этот клей конечно прохладно у меня в гараже этот даже мягче ну ладно я просто в равные условия помещу сейчас и две палочки вот опять же есть у нас смывка я так понимаю из-за пропиловый спирт или что-то в этом роде вонючка страшно вот и обычный спирт ну скажем так питьевой вот и полетик сейчас потихонечку прогреется там то место и до нужного вот и я попробую пытаюсь подергаться ну как бы эту вмятину я дергать не буду носить это я просто снял что надо делать а а позанимаюсь как раз вот этими вот этими как кто чё дергает кто чё не дергает сейчас чтобы чуть под нагрелась еще поверхность вот чтобы можно было работать ну и естественно все это будет потихонечку сниматься тут чтоб 15 вмятин вот на этом карнизе может чуть больше я тут смотрел не все я отметил ну как бы потом и здесь наверно тоже 10 может чуть больше это так прибеглом осмотрим под лампой конечно что-то я еще опять же надо делать дальше посмотрим как тут по духу как чего я все расскажу покажу чтоб кому-то может это пригодится думаю и пригодится машина таких немало любые сведения будут полезны точно так же как разбирать собирать где какие клипсы где какие крепления я сам смотрю видео с благодарностью люди выкладывают разборку сборку вот ну и сам стараюсь так сказать восполнить какие-то пробелы машины нету в интернете вот благодаря видео так сказать количество не освещенных будет плавно уменьшаться что ж пока печка наша старается набирается тепло вот набираются тепло но пока что недостаточно вот мы немножко посмотрим ну что визуально визуально значит что у нас они не разные по длине фирменный клей ребята немножко экономят бредский клей немножко по длине и по диаметру сейчас посмотрим по диаметру значит что получается 11 здесь тоже 11 хотя то визуально светлый вроде бы немножко толще поэтому я взял штангель и по диаметру одинаковый а вот по длине по длине явно турецкий выигрывает по длине турецкий почти 30 буржуйский 25 и 2 там с копейками грубо 25 и 30 ну как бы вот это как бы мелочи но тем не менее то есть немножечко получается экономят ребята или стандарт у них то значит вот он есть такой карандашик когда я отмечаю вмятины это неважно толщины вот такой он как обмылочек округлый да а этот я немножечко взял вот такой ножичек канцелярский застал и когда я занимаюсь выклеиванием вот таких вот дел вот я немного намечают то есть намечают для себя чуть края центр приблизительные смотрю как бы как чего ну потому что когда вот так вот начинаешь ставить грибок его можно поставить угодно только не туда куда надо поэтому лучше выцелить легенькие пометочки вот и потом ставить грибочек естественно что хочу сказать машинки все эти мягенькие вот такими вещами вот я не работаю работа вот такой красотой made in china почему именно этим у меня их много всяких разных не различаются по весу этот самый как бы оптимальный потому что сильно выдергивать тут не надо как мы видим тут как бы не сильные повреждения я имею ввиду не такого серьезного масштаба где надо тяжелым весом дергать с мясом все выворачивалась тут надо именно легко легко поэтому в данном случае вот вот этот обратный молоточек у меня с самым легким грузиком поэтому я ему пользуюсь я это все подробно объясняю поскольку ребята что бывает непонятно вот стараюсь как говорится поподробнее объяснять и видишь опять же кому-то пригодится как нужно будет что же поработал я обычным своим клеем чуть-чуть поднял вот надо вот эту часть здесь вот такой залог он виден здесь и вот здесь вот тоже самое надо поднимать до сюда уже чуть приподнялась уже можно крючочком поработать вот этот залом показываю вот она попытаюсь теперь поработать этот клей у меня как бы заканчивается как раз хочу поработать вот этим клеем посмотрим как он работает теперь удаляем стерженек а этот вставляем стала очередь попробовать вот этот состав как бы я работаю все нормально вот я немножечко немножечко потягушечки тут так автофокус как всегда наводится вот самое глубокое место еще осталось вот попробую как работает этот вонючий тюган но не знаю принципе же так же вот он работает здесь конечно запашок у него мама дорогая оставляет лучшего вот поэтому как бы я не вижу разницы во всяком случае пока что на вот этом клей до не вижу разницы между тем чем я пользуюсь 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 спиртом вот так по чуть-чуть капаю и вот этим спиртом не вижу разницы то есть сказать бы там он быстрее лучше вот единственная разница не в пользу вот этой жидкости вот этот спирта что он вонючий страшно вот как бы но это на мой взгляд большая разница никакой не вижу пропад воняет сильнее сейчас вот тут надо это взять под забить чуть я перетянул слегка но натянуть надо было потому что сейчас здесь пробить и потом эту разбивать тут как говорится без излишек иногда не добьешься того чего надо потихоньку потихоньку начинает красота сдаваться вот естественно повреждение не такое быстрое в работе да и торопиться незачем потому что как вы понимаете ошибки здесь исправляются только по краской а это нам ни к чему вот как я показывал вот краска уже отбита тут даже ржавчинка есть но это случилось у меня травмы также как и вот краска немножко поширканная вот ну а в принципе как мы видим осталось вот так как бы видимая часть в лоб если смотреть вот это вот вмятинка у нас будем сейчас потихоньку ее пробивать и разворачивать уже вот такой вот вот блямбой она не смотрится хотя видно все то чего как говорится и нету будет видно в ней вот ну как мы видим тут вот проблемное участок вот он брать его накалывать крючком смысла нету сейчас будем стучать ну и опять же вон он клей вон он клей у нас черный я потихоньку выклею пока что клей не закончился пока светлый клей еще выходит вот хочу я все таки попробовать работать этим клеем фирменячим вот и посмотреть что он даст ну как уже мне объясняли так сказать мне письмо в ответ написали из ЦАТа там объясняется что это клей универсальный как бы всепогодный вот поэтому и он будет по идее так же как и все эти клеи предыдущие которые работал которые тестил ну я думаю что будет аналогично работать так же как и клей этих это клей и раз он универсальный он назначен будет для какой-то сильной тяги или наоборот для слабой тяги или еще универсальный он и есть универсальный на все случаи жизни интересно попробовать такая возможность уже есть здесь уже 16,2 но здесь у нас конечно печка рядом где я работаю вот и поэтому здесь температура в принципе нормальная я думаю сейчас проверим здесь будет 22 градуса ну вот 22 градуса на рабочей поверхности для нормального универсального клея для работы я считаю нормально вот попробую потаскать вот этот кризик понянчить попробивать вот и посмотрим что из этого пола так что вот так подождем немножко взял я уже подслил чуть-чуть клей вот здесь чуть прогрелся и обстучался сейчас размечусь и будем ставить клипсочки да вот эти клипсы которые мне тут они придаренные чтобы я их еще пока не трогал это в будущем получится их протестить с температурой все нормально тут как бы уже все прогрето 22-23 градуса есть так что не будем 10 раз на все нормально сейчас размечаемся и пробую дергаться как подергается этот клей вот есть у меня такой маленький китский грибочек ну в общем то как мы видим сам грибок из мягкой породы ну сейчас посмотрим что получится дергаться все равно надо вот не значит потом придется крючочком чуть дорабатывать крючком чуть клеем чуть крючком потихоньку потихоньку не хочу я вот это вот разбирать сверлить здесь не нужно верстия лучше здесь потихоньку поработать здесь конечно было бы изнутри чуть поддавить но я же еще раз говорю тут в неудобных местах я сейчас покажу вот они усилители как мы видим да и они прям таки я их грел-грел чем их тут клеить не знаю грел-грел-грел-грел но они почему-то не хотят отставать урочить машину я не хочу тоже чуть-чуть конечно потянулась я вот гриб вот такой решил ставить дабы уже дернуть так дернуть вот уже все пристыло охлаждать сильно не надо но я наверное прервусь продолжаем наш видео обзор вот взял я смывочку вот все открывается в принципе так же одинаково вот никакой между черным вот этим клеем белым клеем я не увидел сказать что там он сильнее там или слабее тянет все то же самое действительно клей универсальный как бы для любой погоды но имеется ввиду для тех по холоду я не рискнул работать он даже на грибке вот сорвался так мягкого там видно вот так что обычный мальный клей без всяких как говорится нюансов чуть-чуть разворачивается плавненько но тут еще надо поработать вот особо снимать тут как говорится не тяго надо брать работать потихоньку помаленьку с каплями но выходит пришлось поднять вот такую шишку а внутри шишки вот этот рубец по-другому никак никак она не хотела поэтому вот так выдать пришлось шишку сюда вместе с рубцом и теперь рубец потянуть потому что и тут и тут и в яме еще этот рубец вообще проблемно начинаешь крючком работать металл не хочет я же говорю тут рядом вот так усилитель прям проходит и он как бы дает жестко пытался я его там срезать или чего-то он не хочет ну решил не усугублять потихоньку так доводить вот пока такие как говорится вот дела вот таким маленьким прям совсем маленьким надо меньше клея ложить ну тут пока клей тут то уже я белый кусок ставил но пока выходит черный и вот такая вот некрасивая получается у нас очень и очень она очень и очень я имею ввиду не спеша разворачивается конечно уже как бы не основном глаза бросается даже если так оставить внести так не оставлю буду заниматься дальше но успех очень-очень-очень очень-очень очень-очень длина идет прям как на черепахе ну потихоньку конечно уже результат как говорится положительные есть ну надо забивать ну что же вот это уже мне очень поскольку тут осталось практически забить вот он маленький так маленький-маленький китайский грибочек который собственно дал такую возможность вот разогнуть это уже мелочи жизни как уже я думаю вы понимаете тут уже к сожалению без наколов не обошлось кое-где перестарался ну тут такая работа интересная получилась сейчас замоем в принципе уже для меня уже ясно что в принципе тут уже осталось дочистить и все нормально ну вот наше место поврежденное что было вот еще надо немножко доделать я просто вчера ушел оставил вот на таком варианте чуть-чуть еще надо доделать как вы видите тут рапушки остались но это бог с ним мы не доделаны вот на таких вот вот иногда там практически ровно а зерно сместилось и смотрится как будто там что-то страшное на самом деле как бы особо уже в глаза не бросается ну конечно я сейчас все это доделаю вот эти вот вещи надо обязательно подкрасить заточковать точечками вот и естественно полирнуть вот такие дела ну вот вот оно наше это место сейчас я сниму поподробнее к тому что в нульник никогда такие вещи они не делаются либо будет мало либо будет много вот сейчас на паузу поставлю в другой проекции вот в такой сниму вот видны корявости опять же вот до сюда у нас до сюда идет усилитель который снутри вот видно мы поковыряли там как раз не части этого усилителя или жесткости этой к сожалению не представляется возможным всю ерунду вот такая вот вот получилась работа и здесь тоже в ней либо получаются наколы вот я показываю вот либо маленькая ложбиночка все остается вот к сожалению вот такая вот некрасивая картина получается ну я еще повторяю тут металл уже был пожеванный и по-другому получается ну а с другой стороны если вот так вот смотрим то и и и и в принципе на машине ножевой чтобы в глаза не бросается еще полирнуть и все дальше с ней возиться не буду смысла нету почему потому что как тут делай все равно металл тут в складочку в накольчик пошел вот в принципе уже вмятины этой которая была ее не видно вот и этого точно лучший враг хороший это я просто снял специально к тому что когда говорят вот там надо делать в ноль надо делать не в ноль все эти понятия в ноль не в ноль ребят ну сказочников у нас очень много да я одной левой вот руки не туда и не оттуда растут все это разговор вот досужие причем разговора есть законы языки есть повреждения за которые в принципе за этот запотянутый металл вот либо сделать так либо надо было вот так зашпаклевать красить ну красить решили не красить сделать как можно аккуратнее вот получилось так поэтому как бы предупрежден и что делать ну так еще вот полирнем и подкрасим вот эти точечки и в бой ничего страшного эта машина не на выставку это люди будут пользоваться и будут камушки лететь где-то и скольчики все будет вот сейчас продолжим заниматься боковин крылышком вот дефектовано тут вмятинки вот особо тоже не надо заморачиваться вот лучше враг хорошего вот 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 я пойду вот вот я и вот вот